В составлении амгонии мы с вами потренировались, Мендель старается разобраться, как передают, сразу два признака. Окраска семени и форма семени. Поэтому берет следующие два чистых сорта. Это гладкие горошины. Мендель предположил совершенно правильно предположить, что цвет в данном случае будет определяться одним геном, а форма поверхности горошины другое дело и с хрестил с другим сортом, который всегда образует зеленое горошины с морщинистой поверхностью. Зеленое морщинское. Это было родительское поколение. У гибридов это один. Все потомки оказались в том, что не удивительно, и в том, что можно сказать, это просто второй ген. Какой признак доминант? Главный доминант на морщинское лицо. Вот это две чистые линии. Значит, можно выписать генотипы родителей. Этот родитель. Двойная доминантная помощь живота. Этот родитель. Двойная рецессивная помощь живота. Это половые клетки гамметы, которые они могут производить. АВ. Они везде АВ. Ну, в первом случае, в большинстве, в большинстве, в большинстве, в большинстве, в большинстве. А здесь понятно, что только единственный тип гамметы. Здесь нет гетерозиводных генов, значит, один генозит тип гаммета. Значит, мы знаем, что... Значит, все ребята в F1 будут двойными гетерозиводными. А теперь, собственно, F2. Выпишите гамметы, которые могут образовывать такие организмы. И составьте решеточку гаммета. Как строить решетки гаммета? Мы с вами вчера выписали правила построения решетки гаммета. В составе решеточки гаммета описывающие скрещивание двух организмов F1. Посмотрите, сколько разных типов потомков может быть получено. Решетки каждую клеточку делайте крупными. Потому что следующее задание будет вот такое. Когда составили решетку, я вас спрошу в каждой клеточке списать, а как внешне выглядит такой гигриф. Какой? Среди этих потомков желтая плотка, зеленая плотка, желтая морщинистая и из-за них зеленая морщинистая. Ваша задание, сколько каких? По сумме у вас получится 16 вариантов. 9, 3, 3, 1. Из 16 вариантов 9 участников будут желтой плотки, 3 будут зеленая плотка, 3, желтая морщинистая, 9, 3, 3, 1. Если бы вы уже учили алгебру и знали бы некоторые алгебрические формулы, я вас попросил увидеть в этом соотношении квадрат суммы. Квадрат суммы. Какое, собственно, выражение мы возводим в квадрат? 3, 2, 3, 3, 1. Моногибридное скрещивание для гетеро-зюбов раскладывалось по формулу 3 к 1. Здесь мы берем 1, 3, а здесь мы берем 2 признака. У нас на каждую клеточку лечитки надо рассчитать еще 4 варианта, которые будут приходиться. Откуда возьмутся еще 4 варианта? А это 4 варианта, которые до следующей темы. То есть выражение 3 к 1 возводится в квадрат, умножается само на себя. Мы получим 9, 6, 1. Квадрат 1, квадрат 3. 9. 9. 2, А, Б. 6, 7. Вот они. 3 и 3. А умножаем на Б. А умножаем на Б, что получилось. А умножаем на Б, что получилось. А, Б. Число какое? Число какое? Вот здесь. Нет. Число переходит. Тройка. Тройка сколько раз? 2. Два раза. 2, А, Б. Вот она. 2, А, Б. 2, А, Б. Как количество квадрата? Два раза. Квадрат второго участника. Вот этого. Единица в квадрате. Единица. Единица. Вот она. А теперь вопрос. А если бы я брал не два кришника, а три кришника? Куб. Да. Это было куб суммы. То есть на самом деле, как вы видите, в данном случае работают чисто математические закономерности. Это вполне про эксклюнаторика. Что вы вполне поняли? Мы рассчитываем вероятности тех или иных процессов. Скажите, а обязательно ли 100% шерматозоидов доплывет до янцикля? Нет, не обязательно. А это значит, в реальной природе, вот не в расчетке на дождь, а в реальной природе, когда-нибудь мы получим точно целочисленное отношение к большей споте. Нет, тут уже не процесс повезет. Нет, конечно, мы будем получать что-то типа, что-то в районе, но никогда не точно с падением числа. Точно с падением числа бывает только в математике. В реальных жизненных процессах всегда у нас будет некоторой вероятность приближаться или удаляться от расчетного значения. А теперь показываю полосы. Забываем, что в данном случае имеем два признака. Пробуем посмотреть, как в этом нашем экстременте расступилась только одна форма. Я закрываю свет. Смотрим, сколько в латке? Латке. Двенадцать. Двенадцать. Сколько в машине? Четыре. Четыре. Двенадцать. Четырём. От какой соотношения? Три к одному. Это три к одному. Форма как должна была расступиться три к одному, так и расступилась три к одному. Одна сформа. Забываем про форму. Оставляем только цвет. Сколько в нем? Двенадцать жёлтых, четыре зелёных. Цвет как должен был распределиться три к одному, так и распределился. Вот на этом основании Мендель формулирует второй закон. Второй закон Менделя. При более гибридном скрещивании распределение признаков потомков по одному гену никак не влияет на распределение признаков по второму гену. Поэтому, на самом деле, решение всех задач на второй закон Менделя, на полгибридной скрещивании, сводится к решению задач на первый закон. Но просто поскольку каждый признак ведёт себя так, должен вести себя по первому закону. Они не влияют на нас. Теперь, какие-нибудь вопросы по этой части остались? У нас это грустная история. Да, да, да. Грустная история с Менделью следующая. После того, как он... Вот это вот все главные его работы, все главные его результаты. А сошли? После того, как он эту работу в своей жизни, в Ассоцией Павлове, опубликовал, назвал на книжечку «Опыты над растительными гибридами» и отправил её в Афтерийскую академию наук в Венгрии. В Академию наук получили эту работу, пожарившись плечами, потому что в те времена какие-нибудь ботаники занимались ли математикой? Нет. Нет, никогда. Ботаника – это описание, теперь всего, внешности растений. Описание свойств растений. А какой-то подсчёт, какая-то математика, мы просто совсем к ботанике никакого отношения не имели. Ну, в Академии наук пожарившись плечами, такой ключ серьёзный, мы сказали, ладно, давайте вашу работу проверим, в стоминолог, что-то вы написали. И раздали для проверки самым разным учёным, в том числе и самому ментору. Мы попросили провести работу не на Галактике, а на других растениях. И ни один из учёных не получил подтверждения мендерских доказательств. В результате сам мендер в конце своей жизни убедился в том, что ничего серьёзного он не сделал, что занимался он чепухой, и что никакой закономерности он не открыл, потому что повторные эксперименты не подтвердили этого результата. Ну да, на Горохе получалось, а в остальных случаях не получалось. В чём дело? Генетика наукового передачи признаков на самом деле исключительно сложная штука. Признаки передаются очень сложными путями. Почему я сказал, что мендеру повезло с Горохом? Он попал на такое растение и на такие признаки, которые передаются простейшим образом. Такие признаки с тех пор так называют мендерирующие. Вот наследование этих признаков полностью подчиняется закону Мендера. Мендерирующие признаки. У нас с вами, у людей, допустим, только меньше четверти признаков мендерирующих. Списки, если интересно, можете взять в интернете в гугл, наберите словосочетание мендерирующие признаки у человека, и получится. Если вам интересно учить несколько тысяч названий ничего для вас не говорящих признаков, ну, ради богу, можно это назвать. А остальные наследуются по значительно более хитрым законам, которые мы с вами разберем. Но эти законы отменяют ли мендерские расчеты? Нет. Нет, точно так же, как алгебра не отменяют. Один из случаев нарушения мендерских законов, мы с вами тоже разобрали. Неполное доминирование. При неполном доминировании получили ли мендерское соотношение при подновлении. Отменил ли это, по сути, мендерскую работу? По сути, нет. Нет, никак. Когда ученые слишком сильно опережали науку своего времени, он провел блестящую работу, получил интереснейший, важнейший результат. Но дело в том, что он вырвался слишком далеко вперед. Его коллеги его поймут или нет? Нет. Нет, они его просто не поймут. Какая дальнейшая судьба такой работы? Интересно было. До того момента, пока науку не переставелось. Ребят, это важно. А все ли эти работы потом оценены лучше? Да. И они все, и они все. Если бы до сих пор в истории науки гигантское количество тех работ, которые когда-то, иногда века назад были сделаны, не поняты, не оценены современникам, а после этого никто к ним не вернулся. Вот просто никто не вернулся. А, нет, или потом кто? Поэтому я вам и говорю, что человек, не знающий истории наук, он и современной наукой будет заниматься плохо, однобоко. Он не будет понимать, откуда взялись выдвинутые цели в современной науке. Он не будет понимать, каким дальнейшим задачам его наука перекодинку будет. Какие вопросы? А с медленным вот такая история произошла. Все эти работы с расчетами соотношения гибридов на полвека были выброшены. Не кто таким расчетом больше не занимался. А за эти полвека сделала большую успехи наука о строении клетки в столбке. Мы учились прокрашивать ядро, разобрались в определении клетки, там внутри ядра какие-то палочки сходятся-расходятся, выстраиваются какие-то кампании, потом расходятся к плюсам. То есть какой процесс был описан? Медос. Медос и йоз. Медос и йозы, правда, не до конца разобрались еще. Но в начале 20 века уже стало понятно, появилось слово хромосомы в начале 20 века. Их просто увидели в микроскопе. И было предположено, что в хромосомах хромосомы как раз как-то связаны с передачей наследственной информации по поводу. Почему вернулись? Не, никто не вспомнил. Совершенно другой ученый, голландский ученый Гуга де Фрис, совершенно самостоятельно провел эксперименты, которые получил те же численные соотношения, что и меня не делал. Буга де Фрис. Но, как любой настоящий ученый, не потому что он был такой честный, порядочный, хороший, ну то есть он был разумеется честно и порядочный, но кроме этого он был настоящий ученый. Хорошо, настоящий ученый делает некоторые открытия, что он при этом в первую очередь делает всегда. Проверяет, проверяет. А что на эту тему сделано до него? Ведь не дай Бог, до него была сделана подобная работа. Дальше. Не зная об этом, ученые публикуют свои результаты. Все, на своем научном имени можно ставить крест. Его обвинят в плагиате. Если вы никогда в жизни не отмоетесь, что я ничего не знал, что это случайное совпадение, тем более в сложных расчетах, что проще допустить, списывание или случайное совпадение? Случайное совпадение. Конечно, списывание. Полезно, занимаясь чем-то новеньким, получив интересный результат, всегда в первую очередь проверяйте, что в этой сфере сделано до вас. И в ОБД-Триз находят работу ОБД-Триз и в своей работе реанимируют имя Менделя. Менделя к этому времени уже умерла. В результате большую науку в имя Менделя возвращаются после работы Детриза. И вот это оказывается очень вовремя, потому что вся биологическая наука целиком уже созрела, уже дошла до необходимости математических расчетов на тем, передачи критиков. В результате, начиная с 10-х лет 20-го века, бурно развивается счетная генетика во всех европейского типа странах. Кстати, одна из самых сильных первоначальных школ генетики в какой стране мира была? По сути, делал две сильнейшие школы. В 10-е и 20-е годы Германия и более сильная, чем Германия, Россия. Россия сильнейшая. На самом деле, вся генетика популяции, именно феория эволюции имеет отношение к генетике популяции. Она сделана здесь, в 20-е годы. Но, как часто бывает в нашем министрадальном отечестве, судьба развития всего на свете, в том числе науки, здесь малопредсказуема, поскольку очень зависит от идеологии. Вот сейчас у нас очередной виток, когда наше общество пытается из безбуховного превратить в духовное. Примерно то же самое, как в 20-е и 30-е годы было. Из буржуазного наше общество превращали в идеологически правильное коммунистическое. На самом деле, слова духовные и коммунистическое здесь не важно. Важно, что объявляют, что бывает знание правильное и знание неправильное. Такое бывает. Все, ребят, на этом уже ставит точку. Не важно, какое знание называют правильным. Если у вас проведено деление на правильное и неправильное знание, это прямым кодом возвращение в сильную код. Когда мы делим на команду своих, команду чужих, по принципу, эти у нас правильные, а значит наша, а эти неправильные значит враги. Так мы делаем, так мы не делаем. Вот, ребят, наука во всей вредна была устроена совершенно нынешней. В науке не бывает правильной науки и неправильной науки. А бывает корректное рассуждение и некорректное. Вот это, ребят, генетика была, заодно как и кибернетика, кстати. В Советской России, в Советском Союзе объявлены буржуазными уже науками. Исследования на эти темы были запрещены. Лаборатория разогнана. Люди, которые вели эти исследования, а это были ученые с мировыми именами, лишили своих рабочих мест, а многие из них были просто подсказаны. В частности, такая была судьба одного из знаменитых генетиков. Начало века Бабиевого. Тимофей Пересовский был вынужден не возвращаться из своей рабочей лаборатории в Германию. И так остался в Германии. Он очень долго там работал, в Советский Союз не возвращался. Он собирался вернуться в Советский Союз. Но один из его коллег, здесь в России, знаменитейший Био Кольцов, написал Тимофею Варисовскому, Германию, что коллега, вы выбрали самый болезненный способ самоубийства. Если вы хотите вернуться в Советский Союз сейчас с вашими работами, то это будет самый болезненный способ самоубийства. Ну и в результате, до победы Второй мировой войны, Тимофеев Варисовский так сидел в Германии. Потом он был вывезен в Советский Союз, уже насильно, и долгие годы работал как военно-пленный. Он работал в шарашке, то есть как заключенный. Этим премиумом образом наше Отечество обходилось в такой шарашке.